Дело не в том, что я хочу там участвовать в какой-то губернаторской кампании. Дело в том, что вот произвол, который мы наблюдаем и беззаконие во Владимирской области, являются модельными для всей страны. Просто там наиболее одиозная губернатор, ненавидимая практически всеми, ее рейтинг стремится просто к нулю. При всем при этом она организует выборы таким образом, чтобы получить на них около 80%. Оставила против себя четырех совершенно никому неизвестных спойлеров и засушивает явку, чтобы чем меньше придет на выборы, тем больше за нее проголосует будет процент бюджетников. Но это, имейте в виду, самая ненавидимая, самая презираемая область у губернатора вообще в ее истории, руководитель области. Спад производства в области за последние шесть лет, порядка 18%, закрыты сотни предприятий, десятки тысяч людей выкинуты на улицу. Последнее это Точмаш, один из высокотехнологических заводов во Владимире, на котором производились, в частности, элементы центрифуг для обогащения урана, закрывается. Люди выкидываются без каких-либо социальных гарантий на улицу, просто. И это все происходит на фоне слухов. Мы, естественно, пока расследования не проводили, но будем их, естественно, проводить. И когда я буду депутатом ЗАГСобрания, я буду пользоваться своим статусом депутата для проведения расследований. О том, что вырубается леса, незаконно, естественно, вывозится за границу. О том, что Владимирская область станет территорией для свалок, огромных масштабных свалок из Москвы, которые туда из Московской области будут передвинуты. И вот все в таком примерно роде. Поэтому наша борьба во Владимирской области, это не борьба за место в ЗАГСобрании или за место в губернаторском кабинете. Это борьба за сердце России, Владимирскую землю, за Россию, собственно говоря, и за будущее нашей страны. Правящая Клика, ярким представителем которой является губернатор Орлова, одна из основателей и создателей партии «Единая Россия», выступившей сегодня с людоедским антинародным пенсионным законом, она исчерпала стратегии развития и даже стратегии политической имитации политической борьбы. Поэтому правящая Клика просто переходит к конкретному удушению и уничтожению политической оппозиции. Единственной партией принципиальной на оппозиционном фланге сегодня является КПРФ. Поэтому борьба против КПРФ, борьба против представителей народно-патриотического блока будет по всей стране тотально. Просто Орлова, она, как говорится, не знает тормозов. У нее просто нет тормозов. Она привыкла делать то, что ей хочется. И вот смотрите, присмотритесь просто то, что происходит у нас. Это будет по всей стране скоро. Правящая верхушка поняла, что она не сможет удержать власть, иначе, кроме как полностью уничтожив демократические процедуры, даже те формальные процедуры спектакля, которые прописаны в их законах. Они даже их соблюдать не хотят. Потому что народ их настолько ненавидит, что угроза утраты ими власти легитимным способом, даже при условии административного ресурса, подделке голосов, использовании разных технологий типа каруселей и так далее, даже при этих технологиях, они все равно могут потерпеть поражение. Поэтому, поверьте, скоро даже этой псевдодемократии в стране не будет. И Владимирская область – это первая ласточка. Это их новые политики.